ПОПЫТКА ПЕРСИДСКОГО РЕВАНШЕ В ЗА КАВКАЗЬЕ В КАВКАЗСКИЕ ГОРЦЫ, МУСУЛЬМАНИ ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ, НА ЗАПАДЕ ЧЕРКЕСИЯ, НА ВОСТОКЕ ДАГЕСТАН. РОССИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ БЫЛА ЗАНЯТЬСЯ КАВКАЗСКИМ ВОПРОСОМ. И тут обнаруживается, что там, на Кавказе, уже работает британская агентура. Тэви Туркурт. Человек, открывший Кавказ для Большой Игры. Отпрыск одного из влиятельнейших шатландских кланов. Владелец замка на знаменитом озере Лохнесс. Лохнесское чудовище Большой Игры. Его пылкий шотландский темперамент первоначально привел его добровольцам на войну греков против турок, как Байрона. В отличие от Байрона, он столь же пылко полюбил турок и начал испытывать страстную антипатию к их врагам, русским. Кстати, именно Уркварту Британия обязана появлением первых турецких бань. Благодаря своему влиянию в высших сферах, включая короля Вильяма IV, осуществлял деликатные дипломатические миссии, был назначен секретарем посольства Константинополя. Там он и установил первый контакт с черкесами. Сопротивляясь России, кавказские народы оказывают бесценную услугу Англии и Европе. Если русская армия захватит Кавказ, уже никто и ничто не сможет остановить ее победную поступь дальше, на юг, восток и запад, и помешать царю стать полновластным хозяином в Азии и Европе. Черкесы являются стражами Азии. Дэвид Уркварт, 1835. Черкесы напоминали Уркварту и его родных шотландцам. Вообще Уркварта вполне современная политкорректная привязанность к малым угнетенным народам. Вы единственный из народов мира, кто узрел истинное лицо России, потому что вы одни и противитесь ее власти, но вы должны увидеть и истинное лицо Европы. Ваша безопасность в борьбе с Россией была гарантирована знанием ее слабости. Ваша защита от Европы будет заключаться в знании ее вероломства. Дэвид Уркварт, 1853. Старая привязанность европейских правозащитников к малым угнетенным народам расцвела новым цветом после распада Союза. В 1991-м в Амстердаме возникла Организация непредставленных наций и народов – ЮНПО. Однако большая часть непредставленных наций представляет народы России. Республика Ичкерия была принята в ЮНПО еще в августе 1991-го. В докладе лорда Эннелза, главы ЮНПО, подготовленном в 1992 году, говорится, «Регион Северного Кавказа представляет для России стратегическую важность и требует особого внимания. Это ворота на весь Кавказ, где Россия хотела бы сохранить свою сферу влияния». Из доклада лорда Эннелза, главы ЮНПО, 1992. Уркварта отличала параноидальная страсть к разоблачению пророссийских заговоров. Даже революционеров 1948 года, венгра Кошута и итальянца Мадзини, он считал русскими агентами, поскольку они, мол, спровоцировали Россию вмешаться для подавления мятежей. Кавказскую войну Уркварт разжигал не только пером или средствами дипломатии. Он организовал поставки оружия и даже непосредственно занимался организацией военного дела и боевой подготовкой черкесов. Россия с целью воспрепятствовать внешнему вмешательству ввела блокаду береговой линии под предлогом чумы. Уркварт решает проявить инициативу и подтолкнуть либерального Пальмерстана к действию. Он организует посылку Суджук-Кале судна «Виксен» с грузом вроде как соли. Арест судна должен был воспламенить русофобское общественное мнение. Захват «Виксена» был прекрасным поводом для нападения. Тогда англичане могли бы нанести России сокрушительное поражение. Теперь же сделать это становится все труднее, поскольку ее мощь растет с каждым днем. Суть вопроса не в том, имеет ли Россия право владеть побережьем, а в том, выгодно ли это нам. Британские интересы превыше законов и справедливости, ибо они и есть законы и справедливость. Томас Эдвуд, 1938. Пальмерстан решил все же, что если Черкесия еще и не принадлежит России, то Суджук-Кале уж точно российская территория. Уркварта отозвали в Лондон и уволили. Пальмерстан придерживался того принципа, что не следует использовать внутренние проблемы другой империи. Если бы британцы поддержали кавказские племена, это могло бы дать повод русским поддержать недовольных в Индии. Если вы встаете на этот путь, поддерживая мятежников против своего врага, то оказываетесь в неловком положении. Поддерживать мятежников в другой империи было крайне опасно. Это орудие, которое могло обернуться против вас самих. Уркварт естественно объявил, что Пальмерстан подкуплен русским золотом. Продолжал курировать поставки оружия на Кавказ и разоблачать пророссийских заговорщиков. Основал сеть комитетов по международным делам, занимавшихся системным распространением русофобии в Британии. Про комитеты эти, однокашник Уркварта по Оксфорду, знаменитый Джон Стюарт Миль сказал, что они объединяют элиту британской нации. В 1955 году Уркварт организовал журнал «Фри Пресс», потом переименованный в «Дипломатик Ревью». Основным направлением его была антирусская пропаганда. Постоянным сотрудником его был некто Карл Маркс, отдельно отличавшийся любовью к России. Московия была вскорблена и выросла в кровавой и омерзительной школе монгольского рабства. В конечном счете Петр Великий создал систему универсальной агрессии. Он соединил ловкость монгольского раба с притязаниями монгольского владыки, которому Чингисхан передал в наследство по завещанию «Дело завоевания всей земли». Разговор в редакции «Фри Пресс», 1856-й. Комитеты Уркварта по своему составу, духу и влиянию на политику буквально являются прародителями нынешних многочисленных международных комитетов, неправительственных организаций, заточенных на цветочные и не очень цветочные революции. Сегодня худшее из худшего, что касается бесчеловечности, обрушивается на крохотную часть Кавказа. Если Европа возвысит свой голос, она спасет уверенность в себе, свою душу и свой проект «Содружество народов», который собирается повернуться спиной к ужасам 20-го столетия. Российские войска – это армия оккупантов. Андрей Глюксман, 2002-й. Терроризм является ответом на отказ Кремля удовлетворить справедливые требования чеченского народа, которые добиваются независимости или, по крайней мере, автономии. Сенатор Джон МакКейн, 2004-й. Что касается Кавказа, дело Уркварта не прерывалось практически никогда. Стремление России подчинить Кавказ мы должны рассматривать как крестовый поход силы против права, совершенно несовместимый с законами цивилизованных наций. Цивилизаторская миссия здесь принадлежит Англии, законному лидеру конституционной свободы во всем мире, могучему оплоту против деспотизма. Эдмунд Спенсер, британский офицер, политик и путешественник, 1838-й. Заменить здесь слово «Англия» другим – «Америка». Вот вся современная западная публицистика, посвященная российской политике на Кавказе, всего лишь плагиат 170-летней давности. Единственное отличие – предшественники своей мысли выражали четче. Эта крепость, Кавказ, представляет для Англии более важную точку опоры, чем Турция. Там мы могли бы в любое время и за пустяшную цену сформировать и вооружить 200 тысяч храбрейших в мире воинов, способных в случае крайней необходимости дойти с огнем и мечом до самых ворот Москвы. Эдмунд Спенсер, британский офицер, политик и путешественник, 1838-й. Вот оно – истинное предназначение кавказских народов в глазах могучего оплота против деспотизма. Заслугой господ Уркварта и компании в судьбе черкесов является то, что, вооружая и натравливая их на Россию, они довели дело до практически исчезновения этого народа на Кавказе. Слабость Уркварта в географии и меньшая доступность спасла тогда Дагестан и Чечню. Избавила их от гуманитарной опеки британских игроков в самый первый, самый жесткий период Кавказской войны. В результате народы Чечни и Дагестана сохранились до сих пор как самые многочисленные на Северном Кавказе. Когда все умрут, только тогда закончится большая игра. Редьярд Киплинг Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...